Артём на сцене шести лет, но сегодня особенно волнуется. Ему предстоит выступить на открытом фестивале народного творчества «Лапоть энд валенок». Я вокальный исполнитель. Я сейчас готовлюсь, тренируюсь, чтобы исполнить очень интересную песню. Я надеюсь, что она всем понравится. Вокальное, хореографическое, изобразительное, декоративно-прикладное искусство, театр и уличные гуляния. Более ста конкурсантов со всей России соревновались в шести номинациях. Вот такое соединение разных народностей, потому что мы хотели подчеркнуть, что принадлежность к национальности в нашей огромной многонациональной стране – это плюс. И каждый человек должен не стесняться своей национальности, должен беречь свою культуру, приумножать её и преломлять вот в этом современном стиле. Праздник народного творчества прошёл уже в третий раз. На открытой сцене парка «Раздоле» в течение двух дней зрители наслаждались выступлениями коллективов и знакомились с разными культурами. На мельнице, на мельнице, милостивый пан! На мельнице, на мельнице, милостивый пан! Действуют две веранды мастеров. Оба дня на этих верандах мастеров различные представители народных промыслов дают мастер-классы для всех желающих абсолютно бесплатно. Также рядом с одной из веранды мастеров у нас есть замечательная выставочная зона. Там у нас выставляется конкурсная программа «ИЗО» и «ДПИ». Получают удовольствие абсолютно все. И участники, и мастера декоративно-прикладного искусства, и гости парка «Раздоле», и организаторы театра «Жаворонки», и молодёжно-музыкально-драматический театр «Крылья». Яркие впечатления, душевные встречи, национальные угощения. Кульминация фестиваля награждения участников. В этом году гран-при получила вокалистка из Веденского дома культуры «Огонёк» Валерия Ковач. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».